Привет, с вами Ньярл, и это каст-матча между игроками Некрон Алекс и Холли Хаммер. И Холли Хаммер это очень хороший игрок за орков, я уже кастил очень много его игр на своем канале, пока что мне кажется, я именно его игр кастил больше всего. Некрон Алекс это, к сожалению, неизвестный мне игрок за Имперскую Гвардию, но я думаю, он тоже очень хорош, учитывая, что Холли Хаммер выложил этот реплей. И Холли Хаммер довольно известен в комьюнити-даунов-вордва за свои стоны о балансе. И до недавнего времени он бросал играть за орков, возможно, он решил, что они слишком слабые, и он играл за Эльдар, по-моему. Да, я как-то со вчерашнего дня так и не посмотрел, за кого он начал играть, но он вернулся к оркам, ему очень понравилась кастомная бигшута, которую апнули в бете Ретрибьюшена. Это варгир, который просто дает боссу улучшенный дальний бой, и дает ему способность делать как автоматический огонь апотекария. И, да, сейчас Холли Хаммер пошел в стандартный орочий билд, два отряда шут, которым он, скорее всего, выдаст бигшуты. Некрон Алекс пошел... Я думаю, что он пошел в известный мне билд. Это билд, в котором... Который ведет к быстрым катачанцам. Интересно, насколько этот билд будет эффективен против орков, потому что я этот билд обычно видел в боях с космодесантом. Нет, я ошибся! Это был билд в быстрый хэй-вэппен-скват. Это довольно интересно. Конечно, мне понятен выбор, потому что орудия подавления очень мощны против орков. Орочий и штурмовой отряд довольно слабенький. Против имперской гвардии он особенно слабый. У них, конечно, неплохой дамаг, но они очень быстро умирают. И, скажем, с хорошей поддержкой этому отряду тяжелого вооружения угрожать ничего не будет. Да, Холли Хаммер, заказывал ли он какой-нибудь варгир? Он поставил два генератора, заказал бигшуты своим шутом. Некрон Алекс пока что даже сержанта своему лорду генералу не заказал. Ладно. Вторые бигшуты делаются. И хэй-вэпен-скват разворачивает свои орудия. Конечно, Некрон Алекс сделал правильный выбор, что сделал орудие подавления. И сейчас Холли Хаммер вынужден бежать, но не от подавления, а просто от атаки с двух сторон. От Некрона Алекса. И посмотрим, Холли Хаммер не... На этот раз он не стал покупать улучшенную кастомную бигшуту своему боссу. Вместо этого он делает лутозов. Это очень интересный выбор. Ну, просто потому, что многие игроки не делают лутозов. И считают их недостаточно хорошим отрядом. Точнее, они неплохие в качестве противотанка с апгрейдом. Но в качестве подавления они просто ненужные. То есть, обязанности лутозов неплохо выполняются обычными шутами. То есть, подавления. С их способностью целится что это? Лутозы, конечно, полезны в качестве противотанка. Они носят очень много урона. Но вот просто в их роли отряда подавления я их вижу очень редко. Некрон Алекс делает Катачанских дьяволов. Возможно, он делает их на случай наличия у своего врага штурмбойзов. Для того, чтобы поддерживать этих Хэппенсквадр с дробовиками. Ну и просто они будут... Но... Или он просто видел этих лутозов. Но он найдет им применение намного более удобное. Отбрасывание этих лутозов. Катачанцы выполняют роль штурмовых отрядов в армии Имперской Гвардии. Так что... И... Ха! И Холлихаммер вынужден вступить. Возможно, он считает, что он просто сделал все, что им было нужно. Он убил героя. Посмотрим, варбосс. Варбосс сделал кастомную бигшуту и делает способность... Как она там? Шутом гуд. По-моему, в русском перевели четкий выстрел. Хе. Ну ладно. Сержант стоит рядом с трупом несчастного лорда генерала. А? Нет. Хе. Нет, он телепортировался обратно на базу. И посмотрим, насколько будет эффективен Холлихаммер и его бигшута. Он делает второй отряд лутозов. Мне реально интересно, что он сможет с их помощью достичь. И сейчас лутоза выходит на центр. Возможно, он хочет сделать... А да, он же играл за Эльдар долгое время. Я думаю, он хочет сделать подобие эльдарской тактики, которая заключается в использовании двух отрядов широкенных пушек. И... Интересно, преуспеет ли он в этом? То есть, я в принципе не знаю. Я никогда не пытался такое сделать. Это первый раз, когда я подобное вижу. Может, это офигенная тактика, которую никто не использовал до этого. Вот сейчас они и научатся. Так же это может быть полный провал. Кто знает. И он... Бигшуты расстреливают катачанцев. Они в этом довольно эффективны. То есть, одна из слабостей катачанцев это дальний бой. То есть, это и главная слабость. Они фактически отряд ближнего боя. Они нужны для противодействия, скажем, космодесантникам в ближнем бою. У них тип атаки, силовое оружие. И в этом они очень хороши. И, кстати, ни один из игроков до сих пор не перешел на второй тир. Несмотря на то, что Некрон Алекс, в принципе, это может сделать. Его Сентинел до сих пор жив. Это довольно неожиданно. Ну, не то, что неожиданно. Это скорее показывает, что Некрон Алекс очень хороший игрок. Потому что обычно Некроны... Эммм... Не Некроны. Обычно Сентинеллы очень быстро умирают под огнем урочек Бигшут. Потому что Бигшуты просто носят очень большой урон. И Холли Хаммер сам по себе замечательный игрок. И Некрон Алекс переходит на второй тир. Довольно поздно. Да, видно, что у него не было влияния. Похоже, он пополнял отряды. И Холли Хаммер тоже может переходить на второй тир. Холли Хаммер практически сразу замечает, что у него было достаточно ресурсов. Конечно, тайминги очень важны. Своевременный тайминг покупки второго тира. Это может быть очень критично. То есть переход на третий тир, он уже не так важен. Потому что все, что нужно для победы, находится, в принципе, на втором тире. И многие игроки, они даже, скажем, за хаос, не переходят на третий тир, потому что у них там нет ничего полезного. Танки недостаточно хороши, по их мнению. Остаются на втором тире. И да. Намного важнее переход с первого на второй тир, чем со второго на третий. Эти тайминги очень важны. Некрон Аликс уже практически там. Холли Хаммер ненамного от него отстает. То есть Некрон Аликс не сможет получить какого-то там адского преимущества, задавить полкарты, пока Холли Хаммер только готовится сделать что-нибудь путное. Эти гвардейцы будут вожден отступить. Хотя они и так рядом с базой, может и нет. Бигшуты довольно быстро разбирают эти генераторы. Но они отступают. Отходят. Хороший выстрел из гранатомета. Наносит неплохой урон Бигшутам. Даже убивает двоих. И Холли Хаммер делает Девдреда. Интересно. То есть Девдред... Это неплохой механизм. Но, скажем так, он не очень хороший механизм для целей танкования. Эти катачанские дьяволы с мельтами, они смогут его разобрать абсолютно спокойно. Хотя, возможно, его целью является, скажем, вынуждение ласпушки на этом отряде подавления. Или просто прорыв небольшой. Да, возможно, он даже не будет его апгрейдить. Просто прорвется им один раз. Возможно, пытается убить отряд, а потом сольет. И какое противотанковое оружие начинает делать Некрон Алекс? Я ожидаю мельта на катачанцах, если честно. Может, мельта на лорде генерале, чтобы убить Девдреда побыстрее. И, возможно, даже ракетница на Сентиннеле. То есть, ракетница на Сентиннеле отлично сработает. Смертодред недостаточно быстрый, чтобы что-то с ней сделать. И нет. Катачанцам Сарж еще не заказывается. Сентиннеллу еще ничего не заказывают. Заказываются Огрины! Конечно, довольно радикальное решение. Но да, Огрины смогут завалить этот Девдред. Они вообще много кого смогут завалить. И Девдред врывается прямо на базу Некрона Алекса. Алекс ставит свои отряды гвардоты, чтобы они путались под ногами Смертодреда. И, ну да, ему бы сейчас хотя бы убить Сентиннелл уже хорошо было бы. Эти Огрины быстро разберутся с Девдредом. Давай, еще парочка ударов. У Девдреда уже нет половины жизни. И Катачанских Диаволов все-таки теперь есть мельты. Да, Девдред, я думаю, уже ничего не сделает. Даже если он пытается там сделать рампейдж, он не уйдет. Довольно бесполезный Девдред от Холли Хаммера. То есть он ничего не сделал. Хотя, возможно, Холли Хаммер в это время намеревался перехватить карту. Он в этом, ну не очень... Хотя, да, он в этом достаточно преуспел. Под его контролем находятся две... Хотя нет, под его контролем находится одна точка. За вторую сейчас... Вторая скоро будет находиться под контролем Некрона Алекса. И Холли Хаммер вынужден наступить. Он потерял один отряд шут. И Огрины получают довольно много урона... Так, Огрины не получают урона. Я хотел сказать, что Огрины практически не получают урона от Лутезов. Несмотря на то, что они подавляются. То есть, Огрины практически не получают урона от подавляющих орудий. И для того, чтобы наносить им урон, нужно что-нибудь с типом атаки плазма или силовое оружие. В армии орков эту гордую должность носят штурмбойзы. И я не знаю, возможно, что Холли Хаммер их сделает. И Холли Хаммер делает босс-пол. Интересный выбор. В принципе, ну... Это позволит ему немного увеличить количество жизней пехоты, находящейся рядом с ним. Ну, в принципе, я довольно редко вижу этот босс полуиспользованным. Впрочем, я знаю одну довольно смешную тактику с его участием. Но, не серьезно, я ее как-нибудь покажу на своем канале. Ну, ладно. Этот варбосс, возможно, что даже не уйдет. И... Микрон Алекс говорит вопрос. Интересно, что он имеет в виду. Возможно, что он там написал какой-нибудь символ, но... Не знаю, я его не вижу, потому что... Хотя нет, а бы это был квадратик. И сейчас Некрон Алекс с помощью своих Огринов зажимает Холли Хаммера на базе. Я думаю, что... Какой-то корень проблемы Холли Хаммера был в том, что он решил пойти в два отряда лутов. Лутозов. То есть, они не окупились. Лутозы вообще не очень хороши. Возможно, ему стоило задуматься о штурмбойзах. Или... Просто о более быстром переходе на второй тир. Дело не вертбоя. Хотя, сейчас Холли Хаммер уже перешел на третий тир, и он делает нобов. Вот это... Может оказаться критичным для его победы. Потому что нобы, конечно, очень сильны. Но забавный факт о нобах. Огрины могут их забить в ближнем бою. Конечно, я пробовал сталкивать нобов и отряд Огринов. У нобов был апгрейд на молоты, но не было ноба и... Так, нет. У них был апгрейд на... Как он там называется? Нистовство. Но не было ноба и молотов. И Огрины их довольно бодро завалили. Суть в том, что их спецспособность, там... Use your head... Она вызывает отбрасывание, и Огрины просто способны отбрасывать нобов все то время, пока у них действует нистовство. Довольно интересно. И Холлихаммер бежит на... И что тут так... А! Я думал, что Некрон Алекс сделал лимон раз. И смотрел на эту панельку отрядов. Но оказалось, что Некрон Алекс просто усилил свои позиции этой тяжелой турелью. В принципе, он может ее прокачать в плазменную турель. Она будет наносить намного больше урона по пехотным отрядам Холлихаммера. Я думаю, это будет довольно хорошим решением. И Некрон Алекс так и не сделал с ему Сентиналу Ракетницу. По-моему, это просто замечательный апгрейд. И когда играл за Имперскую Гвардию, я старался ее делать. Эта турель будет мертва. С ней в ближний бой вошли Огрины. Огрины. Нобы. И да. Возможно, что... И именно то, о чем я говорил. Огрины отталкивают Ноба в ближнем бою. И они могут их спокойно атаковать. И у Нобов раньше кончится неистовство, чем у Огринов кончится, например, их способность. И Нобы добивают эту турель, но у них очень мало жизни, они отступают. Сейчас они начнут нести потери. То есть они попадают под Катачанцев, которые наносят дополнительный урон по тяжелой пехоте, теряют три члена отряда. Убегает только Ноб и один... Точнее, Ноб отряда Нобов. И еще один обычный Ноб. Да, эти луты заносят очень мало урона Огринам. Огрины, в принципе, могут просто пойти на отряд подавления и убить его. Они это спокойно могут сделать. Никто не остановит. И, ну да, Холли Хаммер уже практически проиграл. Потому что, конечно, рано говорить. Возможно, он сможет как-нибудь пафосно превозмочь, как это было в прошлой игре. Возможно, что и нет. Некрон Алекс делает еще один отряд Огринов. Ну да, просто сейчас Хаммер уже фактически на базе зажат. Я думаю, что ему не стоило делать два отряда лутзов. Все-таки он играет не за Эльдар, а за Оркан. Но бы подавлены. Они ничего не делают. Лутзы. Ха-ха. Лутзы тоже подавляют, эти лутзы перекапывают. И пока что столкновение идет потихоньку рядом с энергетической точкой Холли Хаммера. Сейчас та точка будет перекапана. Да, пока что выигрыш по очкам на стороне Холли Хаммера. Ура, я посмотрел на панельку очков победы. Возможно, что эти имперские гвардейцы будут убиты. То есть у них осталось 30 жизней, если бы... Ну да, они уже не умрут. 10 жизней! 3-2-1! Сержант убежал с одной жизнью! Это очень везучий сержант. И, возможно... Генерал покупает свой первый варгир за эту игру. Гранатометы. Он будет очень эффективен с этими огренами, потому что... Гранатометы дают лорду генералу способность, которая заставляет всех вокруг него быстро бегать. Это баф очень эффективный с огренами. То есть они, вдобавок к своему обычному быстрому бегу под Use Your Head, будут еще и дополнительно быстро бежать от этого гранатомета. Быстро бежать от гранатомета. И Холлихаммер делает танк. Если он сможет удерживать его вдали от этих огренов, то он, может быть, даже будет эффективен. Учитывая, что у Некрона есть такие хорошие ускорялки, я в этом сомневаюсь. И Некрон дал своему отряду тяжелого вооружения сержанта. Это значит, что теперь они неподавляемые, неотбрасываемые и вообще классные. У этого Сентинал до сих пор нет апгрейдов. Холлихаммер уже перехватил две точки, у него до сих пор выигрыш по очкам, но... Хм, да. Холлихаммер, похоже, не знаю, он не знает или он просто делал привычки. Он сделал Эймин Котсдад на отряд подавлял, несмотря на то, что... Было заметно, что они находились под таким щитом. И... Не могли быть подавлены. И, возможно, этому варбоссу стоило бы дать ему, например, молот. О! Два отряда огренов. Если один отряд огренов еще... Кое-как бил этих нобов. То есть там, в конце у них осталось мало жизней. То два отряда огренов разорвут нобов очень легко. Возможно, Некрон бы даже добавил. И... Лорд Генерал сбежал с 13 жизнями! Сегодня Некрону Алекс увезет. Ха! И его собственные нобы попадают под удар. Хотя, конечно, Имперская Гвардия тоже отбрасывает. Я не думаю, что кто-то из нобов погиб. И посмотрим, сможет ли этот танк внести какую-нибудь перемену на поле боя. Потому что сейчас дела у Холли Хаммера плохи. Конечно, он еще может выиграть. Он вполне может. Он игрок высокого уровня. И... Он возвращался и не после. Он вырвался не из таких ситуаций. И, наконец-то, Сентинеллу была сделана ракетница. И, возможно, именно с помощью ее... Некрон надеется убить этот лудо-танк. Скорее всего, ему это удастся, честно говоря. Столкновение армии... Да. Варбосу, я думаю, стоило бы дать Клавсу или... Молот для того, чтобы бафать своих ребят. Не знаю, шутом мне не кажется такой уж очень эффективной. И у лудо-танка осталось 24 жизни. Посмотрим, сможет ли он уйти. С этими 24 жизнями. Или он вообще не собирается уходить. Будет сражаться. Как настоящий орк. Некрон Алекс, похоже, лагает. Сентинелл топает и убегает. Додумать этому лудо-танку стоило фокусить Сентинелла, когда он мог. То есть сейчас-то, конечно, если они столкнутся, Сентинелл его убьет. Как эти катачанцы, как я думаю, это вообще все. У него 24 жизни. Сейчас его, думаю, даже могли бы гвардейцы расстрелять. Два отряда бесполезных лутозов. И да, этот луто-танк, у него же 18 жизней, 12 жизней. Нобы нападают... Ха, Холлихаммер делает отряд слаг. Они ему уже не нужны. Слаги были сделаны для того, чтобы починить этот танк. Потому что только слаги умеют это делать. Остальные орки слишком ленивые, чтобы чинить танки. Но увидев, что танк мертв, он... Отменяет слаг. И... Посмотрим. Он делает еще один танк. Нормально. Возможно, что этот танк ему удастся использовать более продуктивно. И... Монтикора. Вот она точно будет продуктивной. Потому что... Большая часть армии Холлихаммера, точнее, ровно половина, это лутозы. И... По ним Монтикора будет отлично попадать. Отлично бить. И это просто замечательное орудие. Для обороны, для атаки. Для всего угодно. Что-то могрены, что-то плачут. Зачем вы плачете, огрины? Но... Лутозы... А, нет. Лутозы тут стоят в невидимости. Шуты перекэпывают. И... Конечно, Холлихаммер до сих пор... Нет, он уже не выигрывает. Он уже начал потихоньку сдавать. Проигрывать. То есть, по армии он проигрывал уже довольно давно. Я бы сказал, со второго тира. Но благодаря своему скиллу... Он все еще мог удерживаться в игре. Но посмотрим... Как он это сделает сейчас. Так. Танку нужно охотиться на Сентинела. Этот Сентинелл был жив еще с начала игры. И он... Очень мешал Холлихаммеру. И... Монтикора! Ха-ха! Защищает эту точку. Посмотрим. Варбоссу... Ха! Замечательный выстрел из глутатанка. Варбоссу все еще не был дан никакой... Хороший апгрейд. Типа... Бум-бум молота. Я считаю, Бум-бум молот это очень хороший апгрейд для использования с нобами. Потому что он бафает их добавок к обычным нобовским молотам. Которых здесь, кстати, тоже нет. Довольно странно. Конечно, возможно, Холлихаммеру стоило бы попытаться попартизанить и убить эту Монтикору. Я думаю, для этого сгодился бы, не знаю, скажем, босс с клавсой. Хотя, конечно, у него нет клавсы. У него есть кастомная бигшута. Улучшенная кастомная шута, точнее. Лототанк перестреливается с лордом-генералом. И Холлихаммер в очередной раз делает своих слаг. Посмотрим, ждет ли их та же судьба, что и прошлых. То есть быть отмененными. Монтикора наносит удар по нобам. Они не теряют ни одного члена отряда, но вынуждены отступить, потому что у них остается мало жизней. Конечно, да, Холлихаммер еще ничего не сделал с этими двумя отрядами Огринов. Конечно, один из вариантов действий было бы вывести на поле боя штурмбойзов отрядика 2. И попытаться что-нибудь нахимичить имя, скажем, с использованием боссовских бафов. Потому что, ну, нобы это не лучший отряд для противодействия Огринам. То есть они, конечно, возможно, со всеми апгрейдами они смогут победить Огринов. Но вот они такой мягкий каунтер Огринам. А порой вообще не каунтер. Так, лототанк. Будет ли он... У-у-у, Монтикора. Посмотрим, сможет ли она добить. Простите. Так, простите. Почему-то мне всегда звонят, когда я делаю касты игр на этой карте. Прошлый раз был во время игры. Там, не помню, Ликтора какого-то. Да, там еще было очень много Кранифексов. Вспомнил. Конечно, именно игроков все еще не помню. Итак, вернемся к игре. Сентинал все еще жив. Нобы довольно бесполезны. Слаги чинят танк. И посмотрим, нобы смогут ли они дойти. Нобы... Нет, нобы отброшены. У них сейчас закончится Френзи. Они будут подавлены. Да, нобы подавлены. Немножко починенный лутатанк вступает в бой. Сейчас, возможно, будет очень красивый выстрел. А, нет! Выстрел натыкается на нобов. Избивает их. Да, слаги зачем-то тоже идут в бой. И они отступают сразу же. Лутатанк, по-моему, сейчас умрет. Да, еще парочка ракет. Да, он сейчас точно умрет. Туда же ракеты не понадобятся. За все постарались огрины. И я думаю, что главная проблема Холли Хаммера... Да, конечно, она сейчас начнет стонать про баланс. О, и он сдается. Ну ладно. Так вот. Я считаю, что главная проблема Холли Хаммера в этой игре... Ну, он пошел в довольно странный билд. То есть, одна из главных вещей в Dawn of War 2 для победы... Это подстраиваться под билд врага, выставлять на поле боя каунтеры билду врага. А Холли Хаммер этого не делал или делал как-то очень так тонко, что я не понял, и его соперник не понял, и в результате Холли Хаммер проиграл. Конечно, два отряда Огринов это страшная сила. Но Огрины, даже с их мощной броней, супертяжелая пехота, обладают слабостью. У них довольно мало жизней. И, скажем, штурмовики Огринов разбирают с Нобом. Штурмовики наносят Огринам неплохой урон. И тут уже дело скорее во всех остальных. То есть, катачанцы со штурмовиками не очень хорошо в ближнем бою дерутся. То есть, если бы Холли Хаммер, скажем, вместо двух отрядов Лутузов сделал два отряда штурмовиков, а потом там перешел на второй тир и поддержал их вертбоем с Варпатом, я думаю, у него бы были все шансы на победу. Другое дело, что в таком случае, скорее всего, бы не Кроналекс пошел в другой билд. Потому что он как раз довольно хорошо подстраивался под противника. Ну, мораль этого матча... Не стоит пытаться играть шаблонами. Нужно изменять свою тактику на ходу, смотреть, что делает соперник. И отвечать ему, соответственно. Надеюсь, это был поучительный, интересный матч. Конечно, не такой интересный, как предыдущий, но ладно. Не все могут быть такими прекрасными. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok